Уже в пятый раз подряд прошла благотворительная акция фонда «Добрые дела» совместно с торговым центром «Светофор». В День защиты детей каждый желающий мог купить авторские игрушки на ярмарке, средства от которых предназначены ребятам с проблемами здоровья. Фотоальбомы, одежда, игрушки, украшения – все это сделали своими руками мастера со всего света и передали фонду «Добрые дела», чтобы с помощью ярмарки собрать деньги и помочь детям. Все средства будут потрачены именно на адресную помощь, на лечение детей и покупку медицинского оборудования. Праздник прошел на площадке торгово-развлекательного центра «Светофор». Помимо ярмарки, организаторы подготовили для маленьких посетителей центра анимационную программу. Актеры участвовали в акции на благотворительных началах. Они увлекли ребят в сказочное приключение. Сегодня в День защиты детей мы решили воспользоваться стандартной программой. Это сказочная программа со сказочником, Золушкой и Мини-Маус. Наши герои потерялись, поэтому детишки нам сегодня помогают вернуть всех сказочных героев в свои сказки. Людмила Илькаева не смогла пройти мимо ярмарки. В свои 15 лет она задумывается о помощи людям и старается участвовать в благотворительности. Меня тронула эта душа, мне захотелось помочь детям. У меня племянники есть, они тоже в благотворительных акциях участвуют. Ярмарка расположилась в торговом центре «Светофор» уже в пятый раз. Мы безмерно благодарны администрации группы торговой сети «Светофор» за постоянную помощь и поддержку всех наших благотворительных программ. Пожертвовать свою работу для благотворительной ярмарки можно в любое время. Вся необходимая информация содержится на сайте фонда в разделе «Благотворительная ярмарка». Александра Томей, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok